По данным Минздрава, число курильщиков в России снижается с каждым годом. Если в 2009 году курили 39% россиян, то в 2023 году – 18%. Отказ от вредной привычки становится тенденцией как среди старшего поколения, так и у молодежи. Александр Захаров попробовал сигареты в 13 лет. Его затянуло, но несколько лет назад решил раз и навсегда завязать. Справиться помогла физкультура. Сейчас Саша 20, он активно занимается баскетболом. Вспоминает, что однажды просто поставил перед собой задачу – бросить курить. Еще и поспорил с другом. А дальше пришлось немного постараться. Первые две недели вообще самые тяжелые, наверное, были. Все постоянно курили везде, мне тоже очень хотелось. Я заменял, например, мне хотелось пойти покурить, я банально тупо отжимался. Вместо того, чтобы покурить, я просто отжался и все. По словам медиков, курение вредит всему организму. Обостряет болезни, вызывает преждевременное старение, ведет к развитию онкологии. При отказе от никотина нужно позаботиться о восстановлении своего здоровья. Первое – нужно прийти к пульмонологу. Прийти к пульмонологу и сказать, я хочу проверить свои легкие, все показатели. Это обязательно будут проверены только легкие. Будет приведена комплексная оценка, конечно же, за здоровье. И уже тогда, исходя из этого, можно разработать программу реабилитации. И тут, конечно же, в зависимости от возраста, от функциональных возможностей человека, можно разработать уникальную программу. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление табака приводит к 6 миллионам смертей в год. Чтобы не оказаться в этом числе, стоит отказаться от курения прямо сейчас. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, Валерий Майоров. События.